добрый вечер уважаемые телезрители в эфире программа зона правды да сегодня как бы не совсем обычно во вторник в среду мы вышли но есть обстоятельства которые от нас не зависят но есть темы которые мы должны обсудить и как говорится поговорить на наиболее острые наиболее актуальные темы которые интересуют на сегодняшний день горожан так у нас сегодня в гостях специалисты которые расскажут об иммунизации населения о необходимости данной процедуры и поэтому я сейчас вам представлю гостей и уже далее мы продолжим наш разговор значит у нас в гостях ольга потапова петровна главный специалист эксперт территориального отделения управления роспотребнодзору испольки дагестан в городе хасавюрд санет алибековна гаджиева педиатр участковой городской подклиники лейла садомиона гамзатова участковый терапевт вот сегодня ну как бы продолжается да вот процесс иммунизации населения поэтому мы будем спрашивать зачем это все нужно для чего это все нужно что вообще такое прививки поэтому ольга петровна будет первый вопрос сразу к вам вот что такое прививка и для чего она вообще нужна прививка это введение медицинских иммунобиологических препаратов специально которые вызывают образование иммунитета к определенным инфекционным заболеваниям как известно что с 2005 года всемирная организация здравоохранения проводит ежегодное проведение европейской недели иммунизации которая вот в данный момент сейчас проводится с 24 по 30 апреля по всей европе поэтому она и называется европейская неделя иммунизации в этом ежегодно европейская неделя иммунизации проводится под определенными девизами в этом 2016 17 году это я не то есть европейская неделя иммунизации проводится в акции под девизом вакцины приносят результат но смысл в чем проведение вот этой Европейской недели иммунизации, чтобы привлечь все население к проблеме повышения иммунитета населения, как детского, так и взрослого. Не секрет, что в последние годы у нас не только по нашему региону, по Республике Дагестан, но и по Российской Федерации участились случаи отказа от профилактических прививок, которые необходимо, особенно проведение этих прививок необходимо в детском возрасте, чтобы создалась достаточная иммунная прослойка. То есть при прививке населения от общего населения 95% создается так называемая иммунная прослойка, и инфекции не распространяются среди населения. К сожалению, по городу Хасавюрту в конце прошлого года мы насчитывали более 3000 отказов от детского контингента. Это по городу? Да, по городу Хасавюрту более 3000 отказов от различных инфекционных, от прививок против различных инфекционных заболеваний. При этом инфекционные заболевания бывают очень страшные, такие как дистерия, бешенство, полиомиелит. В 2010 году, например, думали, что вирус полиомиелита, дикий штамм полиовируса, он наиболее страшный. Думали, что эта болезнь побеждена. Оказалось, что нет. По субъекту Республики Дагестан были зарегистрированы случаи полиомиелита, которые, как известно, вызывают инвалидность. Также страшны такие инфекционные заболевания, как дифтерия, бешенство, которые могут привести к смертельным заболеваниям и к инвалидности. Проводится в основном вакцинация против инфекционных заболеваний, где-то в количестве 12 наименований. Куда входят прививки против дифтерии, столбняка, гепатита В, коклюша, паратита, кори и против других инфекционных заболеваний. Это на каждую определенную болезнь по одной прививке или, допустим, какая-то универсальная прививка? Нет, есть комбинированные. Наверное, специалист по педиатрии лучше расскажет. Есть комбинированные прививки. Например, допускается проводить одномоментно вакцинацию против нескольких прививок, если одномоментно в один и тот же день, в одно и то же время проводится, но в разные участки тела допускается проведение. И есть комбинированные вакцины, которые, например, ВОБАКОК и еще некоторые такие вакцины, которые, например, против двух инфекций. Есть ди-вакцина, которая проводится вакцинация сразу против паратита и кори. Тем более по возрасту в год и в 6 лет эти вакцины совпадают. Вот все-таки вы сейчас в начале нашего разговора сказали, что есть все-таки вспышка полимелития, да? Нет, не вспышка, а регистрировались случаи. Казалось бы, она ликвидирована, но тем не менее эти инфекции возвращаются. Есть ли такая, допустим, прямая связь с тем, что возвращаются старые, допустим, какие-то инфекции в связи вот с этими отказами? Конечно. То есть, в принципе, вот это все как бы чревато последствиями? Конечно. В данном случае, вот когда регистрировались случаи, вот эти дети, ребенок, который заболел полимелитом, он был не привит. Даже существует, вот не хочется пугать население, но в 2016 году был зарегистрирован смертельный случай ребенка в возрасте 3 года 6 месяцев, который не был привит против туберкулеза. К сожалению, он заболел туберкулезом и был смертельный случай. Вот участились случаи вот отказа прививок тоже от туберкулеза и от других инфекционных заболеваний. Вот здесь, допустим, наши зрители, я обращаюсь к зрителям у нас в сети Инстаграм и сети Ютуб. Вот у нас пишут, значит, после прививки 2-3 дня болеем. Ну, я что хочу сказать, я не лечащий врач, но тем не менее, после введения этих тел, которые вызывают подъем иммунитета и в дальнейшем ребенок не болеет, реакция такая, ничего страшного, реакция такая вполне может быть. Ну, давайте вот как бы сейчас у врачей, допустим, спросим с взрослых, наверное, начнем, да, вот имеется в виду взрослого населения, вот для чего необходимо взрослому человеку, казалось бы, уже, допустим, прошла, прошел возраст, как бы, да, там, там, прививки, вот все, есть такая, для чего ему это нужно? Ну, взрослое население, это же тоже такое же население города Хазаверта, как и дети. Мы все подвержены инфекционным заболеваниям, так как многие заболевания воздушно-капельным передаются к отчетам. Там дети в школе, в садике, взрослые, естественно, те, которые не прививались, не надо забывать о прививках, что взрослые тоже должны прививаться, как же, так же, как и дети. Специально есть календари, в котором должны прививаться, многие прививки должны быть, и так же взрослым, как и детям прививаться, тут нельзя забывать о прививках для взрослых, потому что такой же контингент, такое же население города Хазаверта, которое заразиться может и заболеть. Такие же исходы тяжелые могут быть, как и у детей. Просто немножко дополнить, с течением времени иммунитет ослабевает, и по некоторым инфекциям необходимо возобновление и поддержание иммунитета. То есть у детей иммунитет сильнее? Нет, у детей, конечно, детский иммунитет, они и чаще прививки получают. Я имею в виду сейчас о взрослом населении. Например, прививки против дифтерии столбника рекомендуется. Последние прививки заканчиваются в 18 лет. После 18 лет, через каждые 10 лет, по национальному календарю профилактических прививок, обязаны прививаться взрослое население против дифтерии столбника. Через каждые 10 лет, после 18 лет. До 93-го года, на сегодняшний день, план составляется по прививке дифтерии. Вот что касается детей, Санята Альбековна, говорят, у нас был вопрос такой, что 2-3 дня болеем после прививки, да, вот что это, и с чем это связано, как вообще проходит процедура прививок детей, и с какого возраста, сказать, с какого времени нужно начинать делать прививку? Ну, прививка, прежде всего, это профилактика для того, чтобы ребенок не заразился инфекционными заболеваниями. И прививки, прививочный материал, это, в общем-то, только коревая и клюшный компонент, там цельноклеточные вакцины входит в составные части клетки, которая должна вызвать иммунную ответную реакцию у организма. Но это получается так, будто бы ребенок столкнулся с инфекцией, но это очень ослабленные составные части. Все остальные прививки практически там нет, даже самого представителя этой инфекции, бактерии. А есть какие-то выжимки, есть... Но они неактивные, как бы, да, вот, я просто помню, что у нас несколько эфиров уже были в этом, поэтому... В общем, получается так, что ребенок столкнулся с этой инфекцией, и идет выработка антител в организме ребенка. Ответная реакция организма, она всегда сопровождается повышением температуры. Это наиболее частая ответная реакция на введение прививки. И почему-то именно этот подъем температуры пугает больше всего родителей. Как раз-таки этого момента бояться и не стоит, потому что если ребенок адекватно реагирует на введение инфекционного агента, значит, он должен перенести в краткой, неосложненной форме это заболевание, будто бы вот он болеет, но... Такая своего рода симуляция, да? Да, и получается, что организм на тот случай, когда он уже встретится с действительно настоящей инфекцией, он будет подготовлен, в нем будет достаточно антител, чтобы сопротивляться и не заболеть. Ну вот. А почему отказываются? Скорее всего, по тем версиям, которые передаются по интернету, людям, я не знаю, верить этой информации, не верить, но государство, прежде всего, по-моему, заботится о здоровье детского населения и ничего такого сделать, чтобы навредить детям, не допустится, скорее всего. Всем сразу никто не сможет навредить и причинить вред. И потом, если вот проследить те годы, вот если рассматривать календарь прививок, он практически не изменился. Я училась лет 30 назад, календарь остается таким же. И препараты по составу те же самые. И сейчас ввели очень много импортных прививок, где идет сочетание этих инфекционных агентов. Это для того, что считается, как, если мы все-таки вызываем образование антител, так вот сочетанное введение ребенок легче переносит, чем индивидуально по каждой прививке отдельное введение этой вакцины. Поэтому так и ввели. Вот, например, если взять коревую и паратитную вакцину, вот D-вакцина она называется, в то время, когда вводят коревую вакцину, тут идет некоторое, как бы это сказать, есть такой механизм, когда несколько, один из, господи, чтобы населению передать супрессорный механизм, там идет снижение, но я не знаю, как это матерям объяснить. А вот при сочетании с паратитной, как раз-таки, они выравнивают вот это вот худшее действие, что ли, и получается, что ребенок легче переносит. В том случае, вот мама говорила, что первые три дня идет реакция. Такая реакция идет в основном на введение АКДС. Коклюшный компонент, он как раз-таки, он и дает такую высокую температуру. Например, коревая вакцина, она реакцию первые три дня не даст. Реакцию можно ожидать в конце седьмого дня до второй недели. И она проявляется точно так же, вот многие знают, как проходит корь с сыпью, с температурой. И вот будто бы ребенок опять-таки прошел все эти этапы. С небольшой сыпью, с небольшим проявлением катаральных явлений, с небольшой температуркой суббибрильной. И вот это нужно ожидать к концу недели. Так что каждая прививка переносится по-своему. То есть, в принципе, ничего такого страшного в этом нет. Как раз-таки, вот если ребенок перенес температуру, это значит, он достаточно выработал этих иммунных антител. Даже во время перенесения обычной вирусной инфекции, когда идет высокая температура, я с моей мамашей всегда рекомендую до предела оставить температуру, не сбивая. Потому что как раз-таки вот этот процесс образования антител иммунных, получается, организм работает-работает, вот все происходит. И вдруг вот мама дает жаропонижающий, тут же идет остановка этого процесса. Он получается прерывистый, возможно, и в достаточном количестве. То есть, на самом деле, по сути, вред, на самом деле. Да, иммунитет может быть где-то и не очень-то стойкий потом может получиться. Вот что касалось детей, да, вот, с какого возраста? А, теперь по поводу возраста. Рекомендовано. Вот настолько в свое время эта схема была грамотно продумана, если вот рассматривать каждый вид. Например, краснуху, если мама получила в свое время прививку или же переболела, то у нее устойчивый иммунитет вырабатывается на многие годы. Поэтому вот кори, паратит, краснуха, они отодвинуты к году. Потому что к году, естественно, иммунитет, который передан, те антитела, которые мать передала с кровью ребенку, они могут уменьшаться где-то году. А вот коклюш, например, он не дает вот такого стойкого иммунитета и через плаценту ребенку вот эта вот устойчивость не передается. И поэтому получается, что ребенок восприимчивый уже в первые месяцы. И вот так и составлен график для того, чтобы он не заболел. В первую очередь делается именно коклюшный дифтерий и столбняком. А гепатит, вы сами знаете, он может передаться даже в первые часы. Поэтому эта прививка делается даже в первые сутки. Да, первые 24 часа с момента рождения. Вот так вот еще продумано по восприимчивости, когда это заболевание может у ребенка вызвать... Ну вот зрители, значит, у нас пишут, что так ребенок, в принципе, и переносил, что лежал 2-3 дня, капризничал. Да, вот предел той температуры, которая, допустим, возникает у ребенка. Это всегда индивидуальная реакция ребенка. Некоторые дети вообще не чувствуют. Бывает у некоторых просто мозговой крик или изменение настроения, изменение поведения. Некоторые становятся буйными, веселыми. Некоторые, наоборот, бывают подавленные. Некоторые отказываются от еды. Местная реакция может быть небольшая припухлость, болезненность. Ребенок может отказываться наступать на эту ножку, если это сделано в бедро. А температурная реакция до... На моем примере, если лично моего сына, то температурная реакция у него была 41,5. Это на вторую прививку АКДС. И в то время делали эту прививку в ягодицу. Сейчас это не приветствуется. Сейчас делается или в плечо, или в бедро, где мышечная масса тоньше. И быстрее идет рассасывание вот этого инфильтрата, который получается. А в то время получались будто бы абсцесс. Вот настолько ягодица была местная гиперемия, припухлость, отечность. В общем-то была достаточно страшная картина. Если бы я сама не была врачом и не видела, что все было сделано стерильно, у меня уже был страх. Так что я понимаю реакцию матерей, но это тоже все проходимо. Самое главное, чем... Забонить такой страшный, да. Да, чем осложнение получить после этих инфекционных заболеваний, лучше перетерпеть вот эти повышения температуры и изменения настроения ребенка. Ну, я думаю, когда уже речь идет о 40-х температурах, тут уже как бы надо сбивать. Тогда, конечно, да. И вот с каждого поколения детей возможно характерно... Ну вот на данный момент у большинства детей аллергическая настороженность больше, чем раньше. Сейчас аллергических реакций очень много. И рождается ребенок уже с проявлениями атопического дерматита. У большого количества детей есть вот эта проблема. И поэтому такого ребенка, конечно, без десенсибилизации, без подготовки к прививку, не давая антигистаминные препараты, естественно, нельзя. Нужно маму предупредить, чтобы она этого не боялась. И за три дня до намечаемого дня прививки нужно начать давать антигистаминный препарат. Если же подъем температуры уже ближе к 37-5 и видишь, что все-таки идет нарастание, мама может дать жаропонижающий, но не такую дозировку возрастную, которая вот до нормализации спустит температуру, а так вот, типа, притормозить, что ли, немножко. Но, тем не менее, чтобы температура держалась, но не на такой опасной... То есть, как бы контролировать, да? Да, я понимаю. Регулировать можно. Вот у меня был такой вопрос, вот Ольга Петровна, к вам, наверное, будет, как надзорный орган, какую роль играет именно ваш орган в этом процессе иммунизации населения? Ну, начнем с того, что все отчеты, которые ежемесячные отчеты, а также годовые и прочее, все поступают в ВУЗ. Это организация, которая... Ну, наша организация, куда стекаются все отчетные документы. Туда поступают сведения о проводимых прививках, которые были проведены в течение месяца. Мы сравниваем, выводим процент, смотрим, совпадает выполнение прививок с запланируемым, потому что, если идет отставание от плана, а оно сейчас в настоящее время по некоторым инфекциям в городе, к сожалению, регистрируется, то, значит, это указывает, дает нам сигналы, тревожные сигналы о том, что, возможно, регистрация, не создается иммунная прослойка среди детского населения, и что, возможно, возникновение и распространение некоторых инфекционных заболеваний. К сожалению, в прошлом году регистрировались случаи кори, когда выходили в очаги, смотрели, там оказывалась масса непривыкных детей, и в том числе даже взрослых. То есть, даже среди взрослых, как бы, да, это не имеет? Да, 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 конечно. Если, например, в семье заболел ребенок, а взрослый не привит, контагиозность очень высокая. При капельных инфекциях, в первую очередь, при коре, заболевают. Ну, еще что хочется сказать, что вот эти все инфекционные заболевания, в частности, вот корь, там, дифтерия, они опасны своими осложнениями. Возможно, менингиты, возникновение менингитов, пневмонии различных, которые, пневмония, к сожалению, и менингиты могут привести к смертельным заболеваниям. То есть, инфекционные заболевания опасны своими осложнениями. Чтобы этого не случилось, обязательно нужно проводить вакцинацию, которая предусмотрена национальным календарем профилактических прививок. Утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. А вот эта вот Европейская неделя иммунизации, да? Европейская неделя иммунизации проводится, она ежегодно, с 2005 года. И смысл её в том, чтобы привлечь население к иммунизации, к проведению иммунизации и в конечном итоге к укреплению иммунитета нашего населения, как детского, так и взрослого. То есть, чтобы все и взрослые дети обратили внимание на необходимость проведения прививок. Вот сейчас, как бы, да, нас смотрит молодёжь, я вот к врачам, у меня вопрос, в большей степени, вот нас молодёжь смотрит, они, многие, действительно, терпают информацию с интернета и склонны, ну, у нас, как бывает, да, у нас, если что-то увидел, значит, склонны верить сразу любому первому мнению. Вот поэтому вы, как специалист, вот имеется в виду, видите ли, необходимость, необходимость вот такой, допустим, вот в школе, да, допустим, в садике, где высококонтактный, допустим, у нас, я почему говорю, допустим, даже с моральной точки зрения, если взять, допустим, если, допустим, твой ребёнок не приведет и его, значит, запускать в группу, где другие дети, вот насколько это всё правильно, есть ли риск, допустим, заразить детей и других, вот в таком плане вопрос. Каждый родитель, когда приходит оформлять отказ, с ними проводится беседа, и почему-то преимущественная часть ссылается на то, что во всём воля Божья, воля Божья, и что, мол, чему суждено, того не миновать. Но, тем не менее, каждый должен ощущать на себя ответственность. Действительно, если 95%, как полагалось, прививались и отказывалось бы только 5%, естественно, этих заболеваний, возможно, и не было бы, и все были бы защищены. Но, когда идёт тенденция к росту отказников, всё-таки инфекция, сами родители сейчас видят, что на одной улице по соседству у кого-нибудь появится какая-нибудь инфекция, вот в том случае некоторые мамаши прибегают привить своих детей. Но за этот короткий срок, если контакт тут возможен в ближайший месяц, естественно, иммунитет выработаться не успеет, и таким образом они ребёнка не защитят. как в школе, в коллективе, естественно, запретить такому ребёнку ходить в этот коллектив, и никто не может, потому что тот закон Российской Федерации, где сказано о том, что это обязанность прививать всех детей родителям, там также есть пункт, где оговорено, что родители вправе отказаться от прививок, поэтому мы вначале объясняем родителям всю опасность, если тем не менее они настойчиво отказываются, мы должны принять этот отказ. Но единственное, что хочется сказать, допустим, они могут отказаться от каких-то прививок, но вот наряду с этими прививками родители отказываются также и от проба МАНТУ, которая никоим образом не является прививкой, здесь не идет введение какого-то вещества для образования иммунного ответа, это просто проверка, заразился ли ребенок в течение проба МАНТУ делается в первый раз ребенку в год, и ежегодно в месяц рождения ребенка его нужно проводить для того, чтобы выяснить за этот пройденный год была ли встреча этого ребенка с туберкулезным больным, заболел ли он, вот это и называется проба МАНТУ, но ошибочно родители полагают, что это тоже прививка и тоже от нее отказываются, вот это хотелось бы донести до населения, что она абсолютно безвредна, хотя я считаю, что все прививки тоже безвредные вот допустим, когда человек послушал, он значит понял, он говорит, допустим, я хочу пойти на прививки, вот что делать горожанину, куда ему обращаться, что у него должно быть при себе, он приходит, если взрослое население, приходит в поликлинику, подходит к своему участковому терапевту непосредственно, проводится беседа с таким пациентом, если есть, например, медицинский отвод или же разрешается прививка, это пишется в амбулаторной карте, с этой карты естественно прививочный кабинет, где медсестры делают прививки, а какая-нибудь предварительная проверка должна проводиться, ну допустим, медседу можно ему, нельзя, об этом же идет и ничего, к своему участковому терапевту, естественно, тут врач решает, можно ли ему привиться сегодня или нет, может быть он гриппует, может быть у него какие-то серьезные заболевания, например, какие-то онкологические, какие-то новообразования, естественно, тут уже прививка какая-то из прививок в каждом случае решается индивидуально, и решает это врач, сам терапевт решает, можно или нельзя. У детей несколько иначе происходит, потому что мы с рождения планируем по месяцам все эти прививки. Например, у меня родившая мать-ребенка при первом посещении врача на первый месяц, я ей даю график прививок, ознакомлю ее с ней и коротко объясняю о каждой прививке и о каждой инфекции, чем она опасна. чтобы у нее был интервал времени до следующего посещения, чтобы она решила, как она относится к этим прививкам, чтобы она сейчас у нас грамотное население, вот приходят родители, и папа говорит, у моего ребенка острый мранхит, я говорю, так, зачем же вы пришли, если вы уже поставили диагноз, поэтому у всех есть интернет, все интересуются, все информацию черпают там, поэтому я им даю возможность вот до этого времени, чтобы они ознакомились, если у них возникнут вопросы, потом мы обсуждаем, мамаши, которые вот с понятием и как бы относятся к ребенку с чувством ответственности, как и должен родитель относиться, они приходят, естественно, готовые, опять-таки, если были проявления атопического дерматита, они уже знают, что нужно приходить подготовленным за три дня как раз-таки с приниманием этих капелек, и дальше мы отчитываем опять-таки с мамой сколько интервал для каждой прививки свои интервалы введения, когда следующее, вот мы планируем следующую прививку и она приходит в следующий раз, но вот так вот плавно-плавно получается, что до года получают все прививки. А если, допустим, касается семьи, да, например, семья тоже как-то они между собой же они контактируют как-то вот в этом плане вот как-то работа агитационная, но имеется в виду профилактическая разъяснительная работа, да, вот здесь вот у нас здесь даже есть такое выражение или там для чего это агитация, это не агитация, это разъяснительная работа, да, вот я имею в виду среди семьи там есть какой-нибудь момент, где вы объясняете, что это привился, значит, этому тоже надо вот такому плану. План прививок есть у всех, как и у детского населения, так и у взрослого. Вот по плану прививаются так и как дети, так и взрослые. Если, естественно, в какой-то семье произошла вспышка, детьми занимаются педиатры, взрослым населением занимаются взрослые участковые сети терапевтов. Естественно. Ну, агитацией мы, может быть, и занимаемся, но мы по праву этим и должны заниматься, это входит в наши обязанности. Но как тогда назвать ту агитацию, которую проводит в интернете противоположная сторона? Почему население верит вот тем аудиозаписям, где якобы какой-то профессор, какой-то врач из Москвы рассказывает какому-то Рамазану или Магомеду или Гусейну, вот, мол, я не делаю своим детям и вы не делаете. Но почему этому чужому дядьке больше верят, чем врачу, который, собственно, ответственен за здоровье твоего ребенка, если с этим ребенком что-нибудь, не дай Бог, произойдет, мои все волосы вырвут родители, как я могу им желать плохое, сделать им плохое, и при этом спокойно, я же в стороне остаться не могу, поэтому, я не знаю, назвать ли это агитацией, но тем не менее, если мы не будем родителям объяснять, то кто это сделает, К сожалению, вот эта агитация, которая как раз-таки в интернет-сети действительно имеет очень нехорошие последствия, и вот как вы подметили верно, да, на самом деле, когда, допустим, какую-то информацию люди получают, они, наверное, должны сначала сначала спрашивают, кто источник этой информации, да, допустим, квалифицирован, допустим, данный человек говорить о таких вещах, вот зачастую, вот такие вот в титрах, в этих записях там пишут, что это какой-то профессор, или это доктор наук, все, ну, а кто это знает, кто с ними лично знаком? Много таких есть выступлений в интернете, иммунолог, микробиолог, биолог, который непосредственно сталкивается с этими вакцинами, якобы откуда-то там что-то там, такое, продукция нефаляльная, это все, даже все в интернете выставляют, когда ты говоришь, ты своего непривитого ребенка в группу отправляешь, может быть, у этого ребенка медотвод, но ты же его можешь заразить, ты за это ответственность не несет, воспитатель не несет, а этот ребенок, который, ну, на самом деле, ему нельзя по каким-то причинам делать прививку, он заболел, и кто это принес ему? Твой ребенок, а ты за это ответил, получается, преступление или нет, а почему вот это не рассматривается, никто об этом не говорит, когда со взрослым населением разговариваешь и говоришь, что это не так, что это неправда, наверное, государство прям вот одномоментно всем смерти же пожелать, наверное, не сможет, и не будет, наверное, придумывать там какие-то целые институты создаваться по этим прививкам, взять и одномоментно, что все население загубить, убить, как кто-то, по-моему, этой целью никто не задается, но почему-то им верят больше, чем нам. Получается, что верят тем, кто неграмотный, какие-то... Вот говоришь, вот, пожалуйста, и тут тебе по WhatsApp в телефоне присылается тут же на твой вот этот вопрос, откуда ты, покажи мне хоть, ты знаешь человека, который после прививки умер? Вот приходят, ой, я слышала, вот кто-то умер, вот в больницу поступили, я говорю, откуда эта информация? Ну, кто-то откуда-то услышали, но почему-то мы эту информацию не знаем, где-то же эта информация должна быть зафиксирована, что человеку от какой-то прививки в случае такого же исходного, летального какой-то случая нету от этого. И мне приходится сразу на WhatsApp, на сообщение. Вот вопрос, да, вопрос задают зрители, спросите состав прививок, пожалуйста. Состав прививок? Вообще, что такое, я вот... Ну, состав прививок? Люди не знают, да? Очень много прививок, так разная же прививка. Именно какая прививка интересует состав? Ну, наверное, может быть там поэтапно, как-то допустим, да, от самых... Да, имеется в виду, имеется в виду... Какие вещества... Да, имеется в виду, имеется в виду... Какие вещества... Ну, вот, пожалуйста, вопрос уже пошел, да. Так что... Ну, это нужно брать аннотацию в данной прививке и читать. Аннотацию, да. То есть, ну, имеется в виду, каждый же, в принципе, когда, допустим, проходит прививку... Конечно, там все указано, какие... ознакомиться. Да, конечно. Конечно, имеет право, да. Мы предупреждаем, что может быть реакция местная два-три дня, можете... Мы наблюдаем за теми привитыми, мы их так привили и бросили, такого нет. Мы наблюдаем за этим пациентом, которого... Да, кстати, вот интересный момент, да, действительно, вот сколько, допустим, времени должно пройти, вот человек, допустим, получил прививку, сколько должно пройти времени, чтобы его, как говорится, уже перестали наблюнуть? Он уже признан, допустим, прошедшим прививку, вот в такой момент. Полчаса они наблюдаются недалеко от процедурного кабинета, потому что первая реакция может проявиться именно за полчаса. Если нет, то это немедленной реакции, то ребенок уходит домой. На второй день или посещается, или сейчас-то у всех телефон, или звонит медсестра матери, спрашивает, как прошла ночь, как ребенок перенес, было ли отмечено повышение температуры или какая-нибудь другая реакция. Ну, а дальше уже мама звонит, если что-нибудь произойдет. Ну, в зависимости от инфекции, например, коревая на шестой-седьмой день. Я в этот же день получения прививки предупреждаю на какие сутки, чего ожидать. И мама уже спокойно это воспринимает. Первые, третьи сутки, потом шестые сутки, а так после прививки 30-60 минут мы наблюдаем за самим пациентом. То есть, ну, как бы, действительно, как вы говорите, нет такого там прививка сделала, а потом и дальше уже. Нет, нет, естественно. Это в санитарных правилах указано. Облюдение. Если нарушают, то мы принимаем меры административного действия. Просто еще хочется дополнить, что многие из населения забывают, что с помощью вот прививочных всяких вот компонентов, прививок удалось снизить многие тяжелые заболевания, количество, а в некоторых случаях даже ликвидировать тяжелые инфекционные заболевания, такие как столбняк, натуральный оспа, дифтерия. Наверное, более молодое поколение не помнит этого, более старшее помнит. Ну вот, не надо об этом забывать, что если прививки не будут проводиться против той же дифтерии и столбняка, инфекции могут вполне вернуться. Надо об этом помнить. И обязательно соблюдать правила, по которым проводятся прививки в национальных лендарх прививок. Соблюдать. Вот здесь такое вот утверждение, наверное, даже будет несколько вопросов, что каждый должен пройти анализ ДНК, чтобы посмотреть, есть аллергия на препараты или нет. Ну, давайте так сделаем. Давайте так сделаем. Да, у нас в нормальном грусти передача прошла. Мы будем делать так. Вопросы, которые, допустим, задаются, мы будем спрашивать у специалистов. Вопросы, в которых содержатся какие-либо утверждения, мы оставим на частную дискуссию, как говорится, чтобы уже каждый мог, допустим, прийти в кабинет, проконсультироваться, узнать, значит, узнать, как это вообще процедура проходить, и все в этом роде. Вот, теперь, значит, вот такой будет у меня вопрос, наверное, уже, значит, у нас осталось, да, меньше пяти минут у нас остается до конца эфира, поэтому давайте так сделаем каждого по одному минуту сначала по обращению к гражданам, для чего надо пойти, и что должно быть, допустим, решающим решением для того, чтобы, решающим тезисом для того, чтобы принять решение в пользу прохождения проявивки, процедуры. Ну, о пользе прививки говорить много можно. Естественно, каждый гражданин ответственен за свое здоровье. Мы, единственное, медики, можем помочь, уже непосредственно, когда заболевание, предупреждать, профилактикой заниматься. Ну, о прививках, конечно, да, к сожалению, очень редко, очень тяжело приходят. Хотелось бы граждан просто привлечь внимание, что на сегодняшний день в нашем городе очень много тех таких заболеваний, которые нужно знать людям. Ну, прочитайте уж лучше в интернете что-то полезное. Что такое самокорь? Что такое паротит? Какие могут быть последствия? Узнайте об этом. Мне так кажется, хотелось бы вот это не идти. Вот привили, и что-то произошло. А узнайте само заболевание, что это такое, как оно протекает, и какие последствия, какие осложнения могут быть. У всех в доме есть маленькие дети. Мне кажется, каждый ответственный за своих детей. Это что я хотела сказать. Ну, раз уж тему детей дотронули, наверное, тоже вам слово передадим. Я даже не знаю, что мы с вами спичи. Минуту сказать. Сказать хотелось так много. Ну, наверное, нужно начать с того, что инфекционное отделение города Хасавюрта обладает всего двумя боксами, которые, в общем-то, рассчитаны они всего на одно койко-место. Там у нас и две, и три кровати стоят, и очень мало места для инфекционных больных в том случае, когда у нас идет вспышка инфекции. А каждый родитель, когда у ребенка повышается температура, который паникует, а когда увидит осложненные формы кори и даже обычные ветрянки, они все стремятся попасть в эту больницу. Они в этот момент забывают о том, что в свое время не прививались и говорили, что на все Божья воля. В этот момент, когда ребенок страдает, поздно уже как бы вспоминать. Ну, по-моему, нужно... Божья воля тоже, может быть, как раз таки в том, что мы вам даны для того, чтобы его руками, мы же, наверное, помогаем вашим детям, прививая, поэтому, не доводя до заболевания, постарайтесь вовремя приводить детей на прививки, чтобы они не мучились в тот момент, когда болеют, и не искали приюта в детской больнице. Спасибо. Ну, хочется еще раз вспомнить о проведении в данный момент до 30 апреля Европейской недели иммунизации и сказать, что ежегодно эта иммунизация, Европейская неделя иммунизации, проходит под девизом «предупредить, защитить, привить». И еще хочется вспомнить слова нашего великого медика Пирогова, который говорил, что будущее принадлежит медицине предупредительной. То есть любую инфекцию легче предупредить, чем потом ее лечить. Спасибо за вечер, спасибо, значит, за то, что нашли время. Мы знаем, насколько нелегко работать в вашей специальности, в вашей профессии. На самом деле, тоже, как бы хотелось бы уже в завершение, наверное, более мы, как говорится, будем ответственнее. Вот если подходить к таким вопросам более серьезно, потому что речь идет о жизни наших близких, о жизни наших родных, людей, с которыми мы, как говорится, бок о бок идем по жизни. Вот все вопросы, которые, допустим, не успеют наши специалисты ответить в рамках этой программы, вы продолжаете присылать, пока у нас идет прямой эфир. Мы уже передадим специалистам и непосредственно будем отвечать уже, как говорится, каждому индивидуально. Насчет предложений, которые поступили по сети в процессе прямого эфира, мы, как говорится, тоже взяли на заметку. И в ближайший вторник постараемся реализовать эти предложения тоже. Уважаемые гости, я еще раз благодарю вас за эфир. Я благодарю вас за такую достаточно, я думаю, содержательную беседу. Здесь каждый для себя должен, наверное, сделать соответствующие выводы. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся в следующий вторник. Как обычно, я еще раз обращаю внимание на тех, кто до сих пор продолжает писать, мы ответим каждому индивидуально те вопросы, которые не успели ответить. Вот, поэтому, а с вами мы встретимся в следующий вторник, в 19.00. До скорой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова